Здравствуйте, уважаемые ученики. Начинаем наш сегодняшний урок. Тема нашего урока – формулы тригонометрии. Сегодня вы научитесь преобразовывать формулы произведения синусов и косинусов на их суммы, а также будем решать примеры с применением данных формул. Вот наши три формулы, которые мы сегодня будем с вами выводить. Произведение, то есть умножение косинус альфа на косинус бета, синус альфа на синус бета и синус альфы на косинус бета. Начнем с косинус альфа, умноженный на косинус бета. Вспомним из тригонометрии, какие формулы содержали в себе вот такое выражение косинус альфа Две формулы. Это косинус суммы и косинус разности, то есть косинус альфа плюс бета и косинус альфа минус бета. Вот так они раскрываются, и мы видим, действительно, справа у нас есть такая же запись, как здесь. Но также мы видим, что есть лишняя запись, а именно синус альфа и синус бета. От них мы будем избавляться. Каким образом, вы скажете? Посмотрите на них. Они имеют противоположные знаки спереди. Значит, если мы сложим эти два равенства между собой, то эти выражения взаимно уничтожатся. И косинус альфа и косинус бета при сложении с таким же косинус альфа и косинус бета удвоится. То есть получится 2 косинус альфа и косинус бета. А слева от знака равенства получится косинус альфа плюс бета плюс косинус альфа минус бета. Теперь то, что мы искали вот здесь, отражено у нас справа, но с двоечки спереди Значит, если мы все это равенство разделим на 2, то как раз-таки получим наш косинус альфа косинус бета Которая будет равна половине этой суммы Либо 1 вторая, как коэффициент спереди, и в скобках косинус альфа плюс бета плюс косинус альфа минус бета Вот мы и вывели эту формулу Теперь приступим к выведению произведения синус альфа на синус бета Это же выражение мы встречали в тех же двух формулах косинус альфа минус бета и косинус альфа плюс бета Да, вот они, синус альфа на синус бета, и здесь то же самое синус альфа на синус бета Но теперь мы не будем избавляться от них, а наоборот избавимся от косинусов Посмотрите на знаки спереди этих пар косинус альфа на косинус бета Они оба положительные И если мы хотим от них избавиться, нам нужно вычесть от верхнего выражения нижнее. Тогда у нас получится синус альфа синус бета, знак минус, опять минус, два минуса дадут плюс, и мы получим синус альфа синус бета плюс синус альфа синус бета, что в итоге удвоится. А косинус альфа косинус бета минус косинус альфа косинус бета взаимно уничтожится. И слева от знака равно, получится косинус альфа минус бета минус косинус альфа плюс бета. И мы видим то, что нам нужно справа, но только с двоечки спереди. Нам не нужна эта двоечка спереди, значит мы разделим все равенство на два с двух сторон и получим синус альфа и синус бета будет равна половине вот такой разности. И наша последняя формула на сегодня это синус альфа умноженное на косинус бета. Такую пару мы встречали в формулах синус альфа плюс бета и синус альфа минус бета. Да, вот они, синус альфа на косинус бета и тут тоже синус альфа на косинус бета. Но вторые части синус бета косинус альфа нам не нужны. И по выведению предыдущих двух формул мы помним, чтобы от них избавиться, надо посмотреть на их передние знаки. Так как они противоположные, то мы будем складывать эти два равенства. В итоге при сложении они взаимно уничтожатся, а синус альфа косинус бета удвоится и получится вот такое вот выражение. Но нам не нужна эта двоечка спереди, ее тут нет. Значит, мы все это равенство с двух сторон разделим на два и получим, что синус альфа косинус бета равна половине вот такой суммы. А теперь давайте рассмотрим примеры на применение нами выведенных формул. Косинус альфа на косинус бета вместо альфа 75 градусов, вместо бета 15 градусов. Нам нужно найти это произведение, косинус 75 на косинус 15. Значит, мы должны расставить вместо альфа 75, а вместо бета 15. Тогда мы получаем такое выражение. Ну, 75 плюс 15 получится 90, а 75 минус 15 получится 60. И перейдем к такому выражению. Косинус 90 из таблицы значения трагометрической функции равна нулю, а косинус 60 одной второй, и получится в скобочках 0 плюс 1 вторая. Ну, это и есть 1 вторая. А 1 вторая умноженная на 1 вторую, получим в результате 1 четвертая, или 0,25. Теперь рассмотрим пример на следующую формулу, на произведение синусов. Только тут вместо альфа записано целое выражение t плюс 25 градусов, а вместо бета t минус 35 градусов. И их аккуратно расставим вот сюда, вместо альфа. Первую скобочку t плюс 25, вместо бета вторую скобочку t минус 35. И получим следующее выражение. Если раскрыть скобочку со знаком минус спереди, то внутренние знаки поменяются на противоположные. То есть получится минус t плюс 35. А здесь перед скобкой знак плюс. Поэтому просто уберем скобки, внутренние знаки никак не меняются. Здесь мы уничтожим t с минус t, и 25 плюс 35 дадут нам 60 градусов. А здесь t плюс t получится 2t, плюс 25 минус 35 дадут нам минус 10 градусов. И косинус 60 равна 1 вторую. Раскрыв скобочки, получим вот такой ответ. И еще один пример уже на нашу последнюю формулу. Синус альфа умноженное на косинус бета. Вместо альфа нужно поставить 5π деленное на 24, а вместо бета π деленное на 24. Получаем, расставив все сюда, вот такое выражение. Ну, сложение дробей, либо вычитание, нам знакомо еще с пятого класса. Тем более у них одинаковые знаменатели. Значит, мы просто соберем все это в одну целую дробь, где в числителе окажется 5π плюс π, то есть 6π деленное на 24. А дальше 6 и 24 сократим, получим π деленное на 4. 4 и 24 сократим, получим π деленное на 6. А эти значения мы найдем, опять-таки, из таблицы значений тригометрических функций. π деленное на 4 это 45 градусов, π на 6 это 30 градусов. И если расставить их соответствующее значение, получим вот такое выражение. Раскроем скобочки, перемножим две дроби, получим корень из 2 плюс 1 деленное на 4. На этом наш сегодняшний урок завершен. Я желаю вам полезных знаний. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова